Непосредственно турнир в официальной группе ВКонтакте компании NVIDIA. И, возможно, если на YouTube запустят поток, то я вам также скину ссылку и в группе ВКонтакте, продублирую и в Твиттере. Болейте за наших, мы будем стараться. В понедельник уже с вами увидимся в нашем родном убежище. Peace. Спокойной ночи, если с кем-то я не увижусь. Люблю вас, уже скучаю. Пока. Ну и пусть она сама оборвется. Трансляция в какой-то момент. Ну, кстати, и французы пошли. Пойду с ними, а то вдруг потеряюсь. Они-то знают, куда идти. Так, видимо, они тоже за одеждой. Какого черта. Ладно, я их дождусь. А опять по-за границам. Да, да, да. Работа такая. По-за границам. И, может быть, у вас какие-то вопросы есть. Я готов ответить. Что за турнир? Называется Legion. Точнее, Legion представляет. GeForce GTX Challenge. Турнир, который проходит раз в полгода. С разными спонсорами. В этот раз компания. Ну, догадайтесь, какая компания. Lenovo. Там написано. Lenovo. У них серия игровых ноутбуков Legion. 8 команд из Европы. Дисциплины, которые вы можете... С которыми вы можете ознакомиться в анонсе в нашей группе ВКонтакте. vk.com.slashu.labgames. Там же и ссылка на официальный сайт. Много игр. Много игр. И Rainbow Six Siege. И PUBG. И Overwatch. И PES 2018. И Rocket League. И отдельно сборка ПК на скорость. И Project Cars 2. В шлеме виртуальной реальности. Соответственно, с рулем. С педалями. С механической коробкой передач. И мы вот думаем. Кто сядет за руль. У меня, в принципе, опыт вождения-то есть. Я езжу постоянно за рулем. Но Project Cars не играл. Остальные ребята вроде не за рулем. Поэтому, ну, скорее всего, буду я ездить. Надеюсь, что меня не сточкнет на первом круге. От VR. Потому что в гонке в VR я еще не играл. Мы не в центре Парижа. Абсолютно точно. Я сегодня хотел, кстати, завести поток. Показать вам Эйфелевую башню. Было еще светло. Потом она облачилась. Продолжение следует...